Джаред Йост из Миннесоты, специалист по ландшафтному дизайну, садовник и агроном в одном лице, но ни разу не заолог. Да и нужно ли профильное образование, чтобы отличить котенка от щенка и понять, что тот слишком мало явно потерялся? Вот и мы в редакции Ленуров. Нед по первым фотографиям не поняли, кого нашел Йост, но истина все равно вылезла наружу. Все началось банально, Йост выполнял заказ по озеленению территории, как вдруг услышал звуки, которые любое живое существо однозначно идентифицирует как сигнал бедствия. Кто-то звал на помощь, мужчина пошел на звук и нашел крупного котенка. Рядом никого не было, следов лога он тоже не нашел, а погода стремительно портилась, вот Йост и решил забрать найденыша с собой. Надо бы сводить кроху к ветеринару, но дела навалились и визит все откладывался и откладывался. Между тем, за несколько дней мужчина успел заметить много странностей. Котенок не мяукал, не пищал, а издавал странные горловые звуки. У него были непомерно большие подушечки лап и поразительно короткий хвост, а еще белые треугольники на тыльной стороне ушей и характерные пятна на морде. Когда подозрений накопилось много, Йост полез в интернет и убедился, что приютил у себя маленького рысенка. Как бы невелик был соблазн оставить дикого котенка себе и попробовать воспитать из него домашнюю рысь, Йост все же переборол себя и отвез малыша в местный центр реабилитации зверей. Зверям место в дикой природе и негоже приучать малыша к миру людей для его же блага. К счастью, специалисты заверили, что никакой душевной травмы котенок получить не успел и к человеческим рукам не привыкнет. К осени, когда подрастет, его выпустят в лес. Сам Джаред Йост описывает свое знакомство с рысенком как необыкновенное приключение и рад, что удалось помочь малышу.